Мир компьютерных игр это удивительное пространство, способное поразить воображение любого, кто к нему прикоснется. И думаю, что настало время запустить свои нежные женские руки в пучину новостей, анонсов и сенсаций игропрома. Дорогие соратники-игроманы, я приветствую вас на первом выпуске Bram News. Давайте уже разберемся, что любопытно произошло за прошедшую неделю на игровом поприще. Итак, поехали! Студия Team Ninja опубликовала новый сюжетный трейлер игры New of 2. Согласно истории, мы попадаем в Японию периода Сен-Гоку. В 1555 году бесконечные сражения повергли страну в хаос, а земли ее полнятся демонами Юкай, злыми духами, жадно пожирающими своих жертв. Главный герой подобного безумия – наемник, в венах которого течет и кровь демона, и человека. Он охотится за Юкай, которые наводнили провинцию Мина. В один момент наш герой утрачивает власть над собственными силами Юкай, но нам на помощь приходит странствующий торговец Токенира. Тот владеет странным волшебным предметом под названием Камень Духов. Именно этот камень помогает нашему герою совладать с покоряющей его силой, тем самым укротить свою демоническую сущность. Далее они вместе отправляются на поиски новых Камней Духов по заданию влиятельного военачальника, который хочет собрать эти могущественные артефакты. Но на их пути не раз встречаются силы противника, жаждущего отобрать Камни Духов. Так и начинается эпическая сага о приключениях полукровки охотника на Юкай Хидиоси. Выход Неох 2 ожидается 13 марта 2020 года на PlayStation 4. После релиза игра также получит три дополнения, каждый из которых рассчитан на несколько часов игры и станет достойным испытанием для тех, кто жаждет сложностей. Игроков будут ждать новое оружие, уникальные боевые способности, а также новые персонажи. Игроки, купившие Неох 2 Special Edition, помимо игры и сезонного абонемента, получат эксклюзивный футляр Steelbook и буклет The Art of Неох 2. Прям не терпится поучить. Команда NinjaTzeri анонсировала хоррор-проджект Mara. Это экспериментальный проект. По словам разработчиков, таким образом они хотят протестировать новые способы повествования. С их слов, внутри компании уже образовались команды, которые занялись созданием проектов разного калибра под названием Dreadnought. К примеру, команда сиквела Hellblade выросла в два раза на фоне той, что создавала первую часть. Да, это еще не полноценная команда по сравнению с AAA-проектами других компаний, но вместе с увеличением людей расширяется и понимание самого мира игры. Если первая часть была личным сумасшествием одного человека, то продолжение расскажет, как безумие и страдания формируют миры богов, мифы и религии. Мы уже ожидаем от Ninja Theory продолжение Hellblade, Senior Saga Hellblade 2 и мультиплеерный экшен Bleeding Edge. Project Mara – это уже третья анонсированная закат-игра, так что посмотрим, какой из миров приглянется игрокам больше всего. В феврале ожидается выход хоррор-игры под названием Demon of Fear на PlayStation 4. Demon of Fear – это первая попытка валенсийской студии Brock Frinside выпустить игру на ПК, но проект тогда отменился. Теперь, спустя два года, игра все же увидит своего зрителя, только теперь на платформе PlayStation 4. Главный герой Demon of Fear – это молодой художник по имени Алекс. Он получает известие о смерти своей мачехи, после чего отправляется в городок своего детства, чтобы организовать похороны. Однако, сразу по приезду оказывается, что на месте проводились таинственные ритуалы некромансии. И главный герой пытается спасти свою жизнь, выбравшись из этого странного места невредимым. Игроков ждут задачи и ловушки, а нехватка ресурсов всегда будет ставить перед выбором – потратить пулю на врага или на кого-то еще. Кстати, именно такой формат геймплея напомнит геймерам старый добрый стиль ужастиков 90-х годов, наподобие Resident Evil 3. Игра выйдет 3 февраля под испанским брендом PlayStation Talents. 11 февраля ожидается второе дополнение к шутеру от первого лица Metro Exodus. Как минимум, на это намекает информация с официального сайта разработчиков. Именно там, на короткий промежуток времени, посетители смогли увидеть баннер с официальным названием второго DLC «История Сэма». Как гласила информация на постере, дополнение выйдет 11 февраля. Подтверждение выхода мы сможем получить с вами 30 января, тогда и станет известна официальная дата выхода. Сэм – это главный герой DLC, он родом из Америки. Но апокалипсис настиг его в тот момент, когда он находился в Москве. С тех пор протагонист не покидает желание вернуться на родину. Именно за этим он направляется во Владивосток, чтобы уже оттуда попытаться добраться до США. Разработчики обещают специальный уровень со свободным перемещением, где пусть и по узким коридорам, но игроку будет предоставлено пространство для перемещения и изучения местности в любом направлении. История Сэма – это финальное дополнение, которое завершит историю всей игры Metro Exodus. Существует огромное количество примеров, когда события в реальной жизни влияют на игровые процессы. Например, выход сериала по той же вселенной, что и культовая игра. Но есть и более трагичные события в реальной жизни, которые способствовали возвращению игроков в виртуальные миры. Так, продажи мультиплатформенной компьютерной стратегии Plaguing выросли на фоне вспышки коронавируса. Напомню, что в начале 2020 года в Китае была зарегистрирована вспышка опасного вируса – коронавируса, который легко можно спутать по симптомам с обычным гриппом. Популярность Plaguing возросла в связи с тем, что стратегия предлагает создать, развить и распространить вирус по планете Земля. И если игроку удается это сделать, то партия считается выигранной. По сводкам BBC, на 22 января Plaguing стала самой продаваемой игрой в китайском App Store. Люди поясняют свой повышенный интерес к игре тем фактом, что лучший способ победить страх – это взглянуть ему в лицо. В свою очередь студия Endemic Creation прокомментировала всплеск интереса к симулятору пандемии, акцентировав внимание на том, что Plaguing – это игра, а не научная модель. Поэтому не стоит полностью переносить все тревоги по существующей вспышке вируса на игру. Разработчики советуют следить за новостями в достоверных источниках и оценивать со всей серьезностью сложившуюся ситуацию. Сложно представить игру, которая могла бы обогнать по ожиданиям выход Тихого Холма. Да и история судьбы Silent Hill заслуживает как минимум отдельного ролика. Студия Konami пока не балует своих фанатов хоть какими-то новостями франшизы. Поэтому фанаты берут инициативу в свои руки. Так коллектив студии Noise Wallet планирует выпустить в конце этого года свою дебютную игру – Summerford. Команда, состоящая из трех человек, планирует рассказать историю, как в 1963 году небольшая английская деревушка Summerford стала первым местом для размещения в Великобритании атомной электростанции и лаборатории ядерной энергии. Через несколько лет, а именно в 1986 году, на объекте произошла катастрофа с реактором. В результате радиоактивная пыль распространилась по всему Summerford. Правительство было вынуждено эвакуировать тысячи людей и создать долговременную 10-километровую зону отчуждения. За 37 лет ни один гражданский человек не был в зоне отчуждения. До сих пор. Summerford является прямым продолжателем таких идей, как Silent Hill, Resident Evil и Alone in the Dark. Игрокам предстоит окунуться в мир олдскульного survival-хоррора более чем на 4 часа, где нас ожидают загадки, головоломки и вопросы, ответы на которые порой страшнее, чем мы можем себе представить. Итак, чем ближе мы к релизу консоли пятого поколения от PlayStation, тем больше разговоров вокруг игр на ней. Геймеры буквально по крупицам собирают сливы и проверяют их на достоверность. Подобным образом игроки смогли получить трейлер игры Godfall. Выход которой ждут на PlayStation 5. В сети вышел геймплейный трейлер ранней версии. И хоть разработчики из Counter-Play Games не планировали демонстрировать данный отрывок на публику, но сеть штука коварная. Godfall позиционируется как лутер-слэшер с фокусом на кооператив и бои на ближней дистанции. Проект должен выйти осенью 2020 года на PlayStation 5 и на ПК. Пусть 2020 год только набирает обороты, но мне очень хочется верить, что он не подкачает. А значит сможет принести нам только отличные игры и действительно крутые проекты. Посмотрим. Пока же мне остается лишь поблагодарить зрителя за уделенное внимание, предложить оставить свое мнение в комментариях и пообещать скорой встречи на просторах игропрома. Ударим мощью по новостному контенту ровно через неделю. До встречи!